Любое живое существо заслуживает доброту, любовь и ласку. Однако бывают люди, которые решают избавиться от своих питомцев, просто выбросив их на свалку. Они даже не думают, что у животных могут быть то же чувство. К тому же такие питомцы домашние, без помощи людей самостоятельно они не выживут. Животные просто не смогут найти себе пропитание. Их будущее очень плачевно, если не прийти им на помощь. В один американский центр по спасению животных поступил звонок. Мужчина обратил внимание, что вот уже второй день возле мусорных контейнеров, недалеко от его дома сидит собака породы Питбультерьер. Скорее всего, животное надоело своим хозяевам, и они решили в прямом смысле выбросить его на помойку. Когда зоозащитники прибыли по указанному адресу, то увидели грустную картину. Несмотря на всю славу бесстрашной собаке-убийцы, испуганный пёс сжался к контейнеру. Он старался не показываться, потому что стал мишенью для злой игры соседских детей. Те не придумали ничего лучше, как бросать в собаку камни. К счастью, ни один камень серьёзно не травмировал пса. Однако психологическое состояние собаки было сложным. Животное не могло понять, как это бывшие хозяева могли просто-напросто выбросить его. Ведь он живое существо. Этот пёс, наверное, был привязан к своим хозяевам, любил их, а они его предали. Сотрудники Центра по защите прав животных первый раз видели, чтобы Питбультерер был настолько грустным и несчастным. К тому же собака была очень голодна. Когда один из зозащитников протянул несчастному гамбургер, то он съел его целиком вместе с хлебом. У него не было ошейника, но он спокойно позволил его надеть на себя. Неизвестно, почему животное оказалось на мусорке, но было понятно, что его нужно спасать. Люди посадили его в автомобиль. Здесь произошёл трогательный момент. Когда всё сели на свои места в машине, Питбультерер положил голову на колени к водителю. Видимо, животное ещё не успело утратить веры в людей и было очень благодарно за своё спасение. Уже в приюте люди решили дать кличку псу. За своё спокойствие и доброту его прозвали Буддой. Сейчас Питбультерер проходит реабилитацию в том же приюте. Собака действительно оказалась очень ласковой. Будда нашёл общий язык со всеми своими новыми соседями, включая даже котов. Волонтёры надеются скоро найти новых хозяев, которые будут о нём заботиться и никогда не предадут. Нужно помнить одну важную истину. Не бывает в мире злых собак. Бывают только злые хозяева. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok